Тура Шевислав, для России с любовью. Для вас моё очередное видео и снова рождественское и новогоднее видео. Ну, все вы помните произведение Гоголя и фильм по этому произведению «Ночь перед Рождеством», где кумы, сватовья бегали друг к другу в гости и чёрта увидели на небе, качающемся на месяце, девушки и парни колядовали. Ну, а мы с Беном в «Ночь перед Рождеством» решили посмотреть рождественские огоньки. И вот мы в одном месте, в таком, где компания, которая занимается, ухаживает за деревьями, травой у различных компаний, бизнесов, не у частных домов, сделала вот такой рождественский дисплей, рекламирует себя. Ну, и, конечно, я раньше не знала эту компанию, а теперь знаю. И также все уже много лет подряд они это делают, такое хорошее дело для людей, для жителей своего города. И это здесь вообще, в Соединённых Штатах, очень принято. Ну, а после моих последних фильмов про Рождество я получила очень много комментариев, и некоторые комментарии, в некоторых комментариях вы говорите, что у нас тоже в городе компании делают вот такие вот рождественские подарки для жителей. Ну, и это замечательно, это здорово, потому что раньше всё делало, так сказать, государство, администрация городов. Ну, а сейчас частные компании таким образом показывают, что они вообще-то готовы что-то хорошее сделать для других. Ну, и это замечательно. Ну, вот это вот такая компания сделала световое шоу рождественское. Ну, а дальше мы поехали в частные, в частную резиденцию, к частным домам. И вот в середине, на перекрёстке, жители устроили ещё одну световую, световой дисплей устроили. Рождение Христа, посмотрите. Очень красиво. Это в середине, на перекрёстке. А этот дом, ну, конечно, вообще, мы говорим, рождественский дисплей стоит больше, чем дом. Посмотрите, там даже стоило всех оленей, которые тянули по притче, тащили тележку, тащили сани с Дедом Морозом. Я никогда такого не видела, такого дисплея с оленями. Ну, мы как решили здесь, ну, как говорится, сборная солянка. То есть собрано всё, всё на свете. Всё, что можно собрать, наверное, было в магазине, они здесь собрали. Ну, конечно, красиво. Музыки, правда, здесь не было. Красиво. Ничего не скажешь. Кстати, вся улица была украшена. Вся улица. Я показала вот только самое такое, самое зрелищное. Самое зрелищное представление. А вот этот дом мне очень понравился. Посмотрите, как здорово оригинально украшен. Кажется, просто, но вот смотришь, как будто какой-то деревенский дом стоит. То есть очень интересно, мне понравилось. Ну, а дальше около одного дома мы остановились. Кстати, мы прочитали об этом по интернету. Здесь, конечно, хозяин первый раз устроил такое шоу с иллюминацией. Это всё, конечно, идёт через компьютер, там и музыка. И он даже написал, вот видите, написал табличку, куда нужно в радио зайти, чтобы музыку услышать. Там музыка была, но очень тихая, чтобы соседям не мешать, еле-еле слышная. Но машины останавливались напротив, там место было. Останавливались, можно, не выходя из машины, всё это смотреть, включить радио на эту волну и слушать музыку и смотреть. Ну, конечно, это было здорово. Можно смотреть, стоять и смотреть часами это представление. Вы можете увидеть, что домик совсем маленький. Конечно, из-за этого светового шоу нельзя видеть, какой он там, как он выглядит. Но домик маленький, и это световое шоу вписывалось вот в этот такой прямоугольный дом. То есть он сделал всё, чтобы и дом, и всё, что охватывает это световое шоу, была полная картина. Ну, вообще, конечно, здорово. Много сил, ну и, конечно, много денег потратил этот мужчина. Кстати, мы его видели. Он приехал как раз на машине, пока я стояла и снимала. Ну, и как я вам уже сказала, что принято здесь так. Принято делать самим себе новогоднее настроение, не ждать от кого-то, а всё это делать своими руками, если ты хочешь иметь рождественское или новогоднее настроение. Ну, а нет, значит, это твоё дело. Мы жили в нескольких штатах, и поверьте мне, везде, везде, вот так вот, около домов, около многих домов. Ну, и здесь мы, я вам уже говорила в прошлый год, что один дом есть недалеко от нас, где мужчина делает новогоднее такое шоу, а женщина делает все украшения и декорации на Хэллоуин. Ну, что, у каждого свои интересы. Ну, а дальше на пути домой мы увидели очень интересную картину. Бен сначала говорит, мне кажется, что это люди из одной церкви. Ну, то есть, что люди ходят в одну церковь, и, может быть, вот эта церковь организовала предрождественский вечер для них. Что же здесь? Сейчас объясню. Вот посмотрите, как будто сцена, подиум сделан, и ансамбль играет, и поют они рождественские старые, не новые, а старые рождественские песни. А люди сидят вокруг... Очень холодно было. Люди сидят вокруг мангалов, где огонь, и со свечками, и слушают песни. Ну, вообще, конечно, здорово. В наше время, ну, куда пойдешь в такой обстановке? В церковь, чтобы... Обычно люди вечером ходят в церковь, но заражаться вирусом никому не хочется сидеть, где сможет сотня народа, сотня людей. А здесь, посмотрите, они сидят с семьями, в своем месте, и со свечками, и слушают песни. Я первый раз такое видела, конечно, здорово придумали. И посмотрите, очень серьезно, там серьезно, так сказать, организовано, там даже как караоке слова этой песни. И там, вот посмотрите, люди сидят под тентом, у них там и компьютеры, то есть они и регулируют звук, и все такое. То есть очень серьезная организация этого предприятия, этого мероприятия, так сказать, не предприятия. Ну, то есть в этой ситуации, которая происходит в стране, все пытаются как-то выжить и не падать духом, ну, и просто-напросто поддержать людей. Вот посмотрите, если это действительно церковь, которая организовала это, ну, что-то хорошее тоже сделали для своих прихожан. Ну, и это здорово, и дети здесь, и взрослые. Ну, что ж, а пока я заканчиваю, а впереди вас ждет еще один рождественский сюрприз. Пока, всего вам хорошего, не болейте, и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok